Участники, дорогие слушатели, я очень рада приветствовать вас. Добрый день, я вижу, что вы меня слышите, что вы откликаетесь и что поддерживаете, потому что сегодня я точно узнала, до этого не верила, но сегодня я точно узнала, что закон подлости существует, потому что до этого все работало хорошо, но вот за полчаса до того, как выйти в эфир, моя камера вдруг отказала. Но я надеюсь, что это не станет препятствием для нашей с вами полезной встречи, и я все-таки представлю ту возможность, которую я получила в руки сама, и которую мне очень-очень хочется поделиться, и которую я хочу передать вам для ведения ваших курсов. Итак, мы все сейчас находимся практически в одной ситуации, когда вот здесь у нас такая замечательная картинка, когда из оффлайна нужно перейти в онлайн. И самая основная трудность как раз заключается в том, что мостик, который разделяет два этих формата, он действительно очень, ну, очень прочный, но очень страшно стоять на таком мосту, и пройти по нему бывает просто иногда затруднительно. Поэтому я хочу рассказать сегодня одну историю и поделиться одной историей, как раз как я перешла по этому мосту, потому что, может быть, моя история сможет стать и вашей историей. Итак, немножко из личной истории. Вот в свое время, это не так давно было, года, может быть, четыре назад, действительно встала острая ситуация, когда нужно, вот как прямо сейчас, прямо как на нас нагрянула она сейчас на всех, а вот тогда она нагрянула на меня в индивидуальном порядке. И действительно пришлось, ну, так скажем, брать себя в руки и что-то делать с тем, чтобы из оффлайна перейти в онлайн. Я профессиональный преподаватель, работаю в преподавании, ну, лет 20, наверное. Поэтому привычка свыше нам дана, и понятно, что первые трудности, с которыми я встретилась, это совсем другой формат и совсем другая логика построения, проектирования курсов, материалов и многого другого. На это наложилась, конечно, ситуация того, что технически, вот, например, как сегодня, просто технически наступает какой-то момент, когда ты понимаешь, что ты не в форме, ты не готов. То есть ты не готов встретить вот такие, ну, такие коллизии, такие моменты, когда все есть, весь контент собран, но показать вы его не можете, потому что что-то выключилось, что-то не включилось и так далее. Что-то сработало, что-то не сработало. Но здесь дело даже не в том, что такие ситуации бывают, и они преодолимы, а как раз в том, чтобы найти себе, ну, во всяком случае, я столкнулась с тем, что нужно найти себе какой-то очень удобный инструмент, или в моем случае это уже комплект инструментов, и собрать из многого того, что предложено, собрать, ну, себе готовую какую-то систему обучения, которой можно пользоваться, ну, практически всегда и везде. Я ее называю для себя резервная или еще другим словом портативная система обучения, потому что она всегда при мне и при себе. И нынче, например, когда обрушилась на нас такая нештатная ситуация перехода в онлайн, то как раз я испытала, конечно, легкое колебание, потому что мне тоже пришлось резко и сразу переформатировать все свои занятия в этот формат, но для меня это было просто легкое колебание, то есть меня не штормило уже, именно потому что всегда есть в руках инструмент. Сам инструмент называется Google Class, он тоже относится к, вот сейчас я слышала, как анонсировал Павел Юрьевич будущие вебинары, и видела, что будет работа проходить с сервисами Google, то есть вообще с инструментами Google. Вот как раз Google Class это один из инструментов Google, который позволяет наладить свою небольшую, ну как небольшую, она достаточно серьезная получается, свою систему обучения. Я прямо ее называю систему обучения, потому что сервис похож на платформу, но только пульт управления находится не в руках модераторов, не в руках организаторов, а в ваших собственных руках. Поэтому и выбор мой пал как раз на эту систему, как раз именно потому, что мне нужно было, чтобы это было быстро, потому что нет времени осваивать сложные системы. Я работала в Moodle, я работаю сейчас и с Zoom, и с Teams, и со всеми другими, и в iSpring, и в гиперметоде. То есть, в общем-то, функционал, набор функций меняется, но принцип работы с ними, он остается. И все равно нужно найти что-то такое, что важно вам, что вам по задачам и по вашим целям очень близко. Поэтому я себе сразу поставила задачу, выбирая из всего, что есть. Я себе сразу поставила задачу, чтобы это было быстро, чтобы это было легко, чтобы я могла собрать здесь и сейчас все сама. Вот завтра надо, я сегодня села и собрала. Как сегодня я собрала для вас курс, который прямо хочу представить и на который сразу хочу вас пригласить. Поэтому анонсирую нашу встречу, и чтобы какая-то вкусная конфетка у нас сегодня была. Сразу хочу вас пригласить на экскурсию, и эту экскурсию прямо хочу провести в том классе, который я для вас сегодня приготовила. И приготовила я его вчера. То есть, мне не нужно было неделю сидеть, что-то делать для того, чтобы для вас создать этот класс. Поэтому еще одна из ценностей, которая зацепила меня и которую я долго искала, это чтобы было управляемо мной, а не кем-то. Потому что бывали такие случаи, когда я подгружала целые курсы, а система, как сегодня, например, камера отказала, иногда может отказать вся система обучения. Поэтому вот просто не могу подключиться или не может меня программист подключить к Moodle по каким-то причинам, системным причинам. И курс практически остается вне возврат, потому что я его в том числе иногда не могу извлечь. Поэтому для того, чтобы не было посредников между мной и моими учениками, мне нужно, чтобы я сама могла управлять и контентом, и взаимодействиями, которые так важны в общении между учениками и учителем. Я вижу вопрос, что для кого может быть полезен этот материал, который я сегодня буду излагать, и может ли он быть полезен для педагогов школьного образования, дошкольного образования. Я сама преподаватель вуза. Я могу сказать, что система универсальна. И, в общем-то, если отталкиваться от названия Google Class, то речь идет все-таки о создании класса. То есть это значит, что я могу куда-то пригласить людей в некое локальное пространство, где мы можем находиться точно так же, как, например, вы приходите в класс или в группу, или я вхожу в аудиторию. То есть, по большому счету, там, где мне не нужно обучать тысячу сотрудников или, например, поток, люди, которые на потоке там 100-200 человек, а действительно собрать какую-то группу, то это сервис для того, для группового обучения. В принципе, чему и как там обучать, это каждый решает сам по себе. Лично я приспособила этот класс для обучения и в дополнительном образовании, потому что я веду сейчас практику, ну, так скажем, фриланс-практику. То есть я работаю на фрилансе, я работаю, я имею учеников по всему миру, и я все равно создаю для них даже для одного человека такой класс. Мне позволяет это оставаться в системе, то есть курс выстраивать как систему, она у меня вся выстраивается в этом классе действительно, ну, в некий продукт, в некий формат, и я не ползаю там и там и в любом, ну, по всем сервисам, чтобы мне это где-то найти, собрать или по всем своим папкам, откуда что брать. Поэтому мне важно, чтобы я могла управлять и контентом, и взаимодействием, и вот такой сервис, как раз, где я это могу сделать, это я как раз делаю в Google классе. Да, один из вопросов, который недавно мне задали слушатели, спросили, а это не дороже Гет-курса, например, для тех, кто работает в бизнесе, на фрилансе, кто занимается репетиторством или те, кто ведут онлайн-курсы, то они часто пользуются этим сервисом. Я, кстати, не хочу ни про один сейчас из сервисов говорить что-то плохое, я говорю лишь о том, что каждый человек выбирает себе что-то свое. И, например, если я нашла, и эта модель для меня работает, то я вполне могу поделиться, это не факт, что она будет работать, например, для вас, но посмотреть ее возможности всегда стоит. Поэтому эта система бесплатная, она не дороже и не дешевле какой-то другой. Это обычный сервис Google, как Google документ, как Google форма, точно так же вы проходите немножко дальше и берете себе в руки сервис Google класс. То есть он в ряду всех приложений, которые выставляются Google, является одним из приложений. Да, его можно использовать и платно, есть и платный формат, но мне для ведения фрилансовой деятельности, репетиторской деятельности, профессиональной деятельности по преподаванию в учебных заведениях, мне хватает бесплатной версии. Вот как раз об этом я и, ну, так скажем, представляя личную историю, я об этом и хотела сказать. Как он выглядит? Он выглядит вот так, как вы сейчас видите на экране. Ну, то есть я просто показала, вот у меня он сейчас выглядит вот так вот, когда просто есть пакеты курсов, которые в вашей системе находятся. Ну, и меня всегда спрашивают преимущества и возможности. Я сейчас начала об этом говорить, но продолжая о преимуществах и возможностях, задумалась вот над чем. Мне не хочется, чтобы я диктовала эти преимущества и возможности. Я рассказала личную историю для того, чтобы вы понимали, от чего оттолкнулась я. Ну, какие вопросы меня мучили? Ну, я знаю, что у каждого преподавателя, а каждый преподаватель – это творческая единица, у него есть свои задачи и свои, он ищет свои способы и свои возможности. Вот вокруг Google класса, просто для меня Google класс действительно является вот таким маленьким буксиром, который вытащил меня, вот как на той картинке было, по этому каналу, по которому трудно пройти большому пароходу. Просто это в какой-то момент случилось и все, я долго искала, я долго к этому шла, случилось и все, но у каждого есть свой набор. Поэтому свои возможности и свои какие-то преимущества вы можете найти сами. И я решила, что я вначале просто проведу вас по экскурсии, проведу вас по этому классу, я просто покажу его функционал, а вы сами выберете для себя преимущества и возможности. Вы согласны? Поставьте, пожалуйста, да, нет, плюсики, то есть ответьте мне, дайте мне обратную связь. Спасибо, дорогие мои, вы очень активные. Я знаю, что преподаватели сами всегда ставят себе задачи и видят эти преимущества. Итак, вот наше задание. Мы пройдем по экскурсии по классу, я расскажу о некоторых возможностях. Все, конечно, не успеть, но в конце мы вернемся, и я задам этот вопрос. А какие возможности вы нашли? Поэтому можно прямо взять ручку, можно прямо взять листочек бумаги и себе выписывать. О, вот это можно сделать, о, вот это будет классно, о, вот это будет хорошо. Например, я уже спрашивала своих слушателей о том, например, что они ожидают от Google класса, и видела вот такие ответы, то есть и про гид-курс меня спрашивали, и хотелось, чтобы здесь и сейчас, то есть у каждого ценности свои, кому-то нужен практически результат, а кто-то хочет, чтобы это было легко, и чтобы вы зашли, и по интерфейсу прямо все сразу было понятненько, чтобы прямо было вот все хорошо. Поэтому здесь действительно индивидуальный подход у каждого, и я предлагаю как раз на нем и остановиться сегодня. Регистрация. Вот очень важный момент. Регистрация в Google классе. Я уже рассказала о преимуществах и не сказала об ограничениях. Ограничение здесь только одно, вот для меня во всяком случае. Ограничение только одно – это то, что нужно иметь аккаунт Gmail. То есть Google все-таки это уважаемый себя провайдер, и для своих абонентов он открывает безграничные возможности. Но для этого нужно стать их абонентом, их пользователем, и для того, чтобы стать пользователем, в данном случае мы просто со студентами открываем Gmail-почту. Поэтому, когда я начинаю свои занятия, вот я вхожу в аудиторию, иногда это аудитория до 100 человек и больше, и сразу первое, что мы делаем, мы за 5 минут входим в наш класс. Вот сейчас я хочу с вами провести такое же упражнение. Если у кого-то есть уже почта Gmail, то вы через нее легко зайдете в ваш класс. Вам даже не нужно будет ничего вводить. Класс вас сам найдет по вашему аккаунту. Если у кого-то нет, то вот можно зайти на YouTube и посмотреть, как открыть почту Gmail. Но мы сейчас уже в 21 веке, можем просто нажать на кнопочку «Создать Gmail», и вы через 2 минуты станете обладателем аккаунта. То есть это очень несложно. После того, как вы уже имеете эту почту... Да, это я читаю ваш чат. Дальше, после того, как у вас уже есть эта почта, ну вот здесь уже написано, нужно зайти либо по ссылке, которая есть на экране, но это я для студентов обычно говорю, либо просто в поисковой строке так и набрать «Google класс». Вот если сейчас... Это можно сделать с телефона, не с компьютера. Мы легко заходим на телефон, и вот мои занятия сейчас проходят так. Я начинаю и говорю, что у вас сегодня есть совершенно нормальная возможность, причем, ну прямо вот по закону и по праву вы можете лекцию мою слушать, уставясь в телефон. Потому что сейчас мы берем телефон, у нас не всегда работает экран или еще что-то, но в «Google класс» можно войти с любого мобильного устройства, и все материалы я располагаю именно там, потому что, чтобы избежать каких-то неприятностей, и чтобы никто не мог сказать, у меня этого не было, или мне никто не прислал, или еще что-то. Поэтому можно прямо с телефона найти, хотя здесь поставлены скриншоты с компьютера. Когда вы войдете, вы увидите вот такую синюю как раз кнопочку, то есть вы вошли в «Google класс», прямо как войти в «Google класс». Так, вот уже кто-то написал «Есть», вы можете прямо отчитываться, что вы вошли, нажали на синюю кнопочку «Войти в Google класс», и я сейчас перелистываю страничку, чтобы можно было «Есть, есть». Я вижу, что уже входит, и сейчас вы войдете в «Наш класс». Вошли. Чтобы войти, что нужно сделать? Нажать на эту синюю кнопочку, и перед вами откроется класс, где в верхней строке меню вы увидите вот такой крестик, на который указывает красная стрелочка. Если вы откроете этот крестик, там будет только две команды – «Присоединиться» и «Создать курс». Создать курс, наверное, пока рано, хотя вы можете создать курс. Вот это все, что нужно для того, чтобы начать создать курс. Когда меня спрашивают, я не знаю, с чего начать. Сейчас одну секунду повторю адрес входа. Меня спрашивают, я не знаю, с чего начать. Я обычно говорю, вот нажмите на этот крестик, и вы уже начнете. Поэтому если вы видите сейчас вот такой крестик в верхней строке меню Google класса, то вы на него нажимаете и выбираете команду «Присоединиться». И сейчас я брошу в чат код. Вот код я бросила, вы его можете копировать. То есть можно с экрана списать, а можно копировать. Потому что когда вы пишете «Присоединиться», то вам выходит окошко, что нужно ввести код. Код присваивается курсу автоматически. Я это покажу сейчас на экскурсии. На курс зашла. Ирина Юрьевна, я вас поздравляю, вы уже в нашем курсе. Все. Вот действительно это две минуты для того, чтобы пригласить ваших слушателей в класс. Я вернусь сейчас на экран раньше для того, чтобы пояснить еще раз. Итак, когда вы вошли, просто выходите в любой браузер интернета, и можно просто набрать «Как войти в Google Class» или просто «Google Class». Это можно сделать на мобильном устройстве, это можно сделать на своем персональном компьютере. В любом случае просто будет, может быть, конфигурация другая. Но на мобильном устройстве внизу будет тоже синяя кнопка «Войти в Google Class». Вот на нее здесь указывает красная стрелочка. И на компьютерном устройстве тоже будет такая же большая синяя кнопка «Войти в Google Class». После того, как вы туда входите, вы сразу попадаете в класс. Он у вас пустой, поэтому я здесь убрала из скриншота множество курсов. Не получилось, меня не пускает, выдает какую-то ошибку. Вот все эти ошибки мы сейчас разбирать не будем, потому что первое условие нужно хорошо понимать. Условие 1. Нужно войти с аккаунта Gmail. То есть если у вас другой аккаунт, на самом деле мы пробовали входить, он входит, он пускает, то есть класс пускает, но делать там вы ничего не можете, потому что вы как гость входите. Код недействителен, отлично вошла. Если кто-то вошел, то код действителен. Я в Gmail, как с него войти? Вот давайте в индивидуальном порядке, потому что я понимаю, что для тех, кто вошел, есть другие моменты. Вот эти моменты, они самые такие сложные. В любом случае экскурсию я сейчас проведу и без входа, и потом в индивидуальном порядке вы сможете написать мне или другим каким-то способом связаться со мной, и я поясню еще раз, как это сделать. После того, как вошли, возможно, можно адрес, чтобы скопировать. Адрес я не могу, я могу еще раз отправить код. Вот этот код, который я скопировала прямо с класса. Хорошо, сейчас будет понятно, я просто проведу вас по классу. Итак, так выглядит ваш класс. Сейчас те, кто вошел, вы вошли вот прямо сюда, то есть прямо вас выбросило вот в этот класс. Ну, возможно, да, возможно. Нет, я сейчас прямо зашла в класс и еще раз копирую его код. Прямо вот не из своей строки, а прямо из класса. Вот я еще раз его бросаю, потому что я его скопировала сейчас прямо из класса. Хорошо, давайте мы тогда будем приближаться к экскурсии. Вот я специально записала для вас скринкаст, по которому я могу вас провести по этой экскурсии. Итак, вот мы находимся в классе. То есть я сейчас показываю просто поле класса, как Google класс, вы вошли в Google класс, у вас здесь пусто, а у меня уже здесь наполнено различными курсами. Что здесь есть? Здесь есть справа как раз вот этот плюс, где вы можете создать курсы, присоединиться. Точно так же могут присоединиться ваши слушатели. Они тоже, любой может создать курсы, любой присоединиться. Поэтому, когда вы приглашаете слушателей, то они к вам просто присоединяются. Справа есть такая вот таблеточка, по которой открывается определенное меню, по которым можно уже пользоваться. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Итак, вот если нажать на плюсик, то можно присоединиться и ввести сюда код курса. То можно присоединиться и ввести сюда код курса. Либо создать курс. Вот у вас выйдет такое окошечко, где вам объяснят условия его создания. И если вам все понятно, вы просто нажимаете, что мне все понятно. И вот нажимаете, что все понятно. И можно продолжить. Я продолжать не буду, потому что курс никакой создавать сейчас не буду. Если открыть меню, то здесь есть курсы, здесь есть календарь. То есть можно нажать на календарь, и в календаре сразу будут выходить все задания, которые вы уже наметили, которые вы уже задали. Вот на сегодняшний день, вот я сегодня должна выполнить, проверить задание, которое я кому-то уже отдавала. Сегодня 5 число. И в принципе мне идут напоминания. Если ваш Google класс синтегрирован с системой Gmail, то вы прямо на почту, в некотором случае, не во всех случаях, а при определенных настройках, прямо на почту будете получать напоминания. Все это автоматически. Поэтому, когда у меня много заданий, я действительно ставлю автоматическое оповещение для того, чтобы мне не забывать, кому и что я должна и где я это все проверю. Поэтому все это, вот чем хороши инструменты Google, потому что между собой они очень хорошо интегрируются. То есть мне нужно как раз испытывать трудности перевода из одного формата в другой формат. Дальше я нажала на кнопку сообщения. Не сообщения, а задания, различные задания. Если я эти задания открываю, вот у меня длинный-длинный список, поскольку у меня уже очень много классов и много заданий. То есть все задания, они сохраняются. И вы видите, кому поставлена оценка, кому назначена, кто уже сдал, сколько работ сдано. Там есть, например, 23 человека. Вот я вижу там предпоследняя строка, например, 23 человека, три работы сданы. Для меня это хороший вариант проверки. То есть я предварительно посмотрела, если не очень много работ накопилось, я просто выжидаю какое-то время. Если я вижу, что у меня очень много работ накопилось, или если сроки подошли, то я начинаю проверку. Проверку, конечно, я веду прямо здесь же, в этом классе. И все, что делается прямо пошагово в вашем классе, все там сохраняется. То есть это никуда не уходит. Это можно архивировать. Я об этом скажу немножко попозже. Ну вот таким образом. Вот я показываю сейчас, что по ним можно пройтись. Вот есть сданные работы. Вот у меня он очень длинный список. Этот мы туда не пойдем дальше. Поэтому здесь берется какая-то статистика. Нет работ на проверку. Просто я их не беру. Существует архив курса. Вот здесь немножко сейчас остановлюсь. Курсы, которые накапливаются в вашем классе, можно архивировать их. Мне это очень нравится, потому что очень много полезной информации сохраняется в курсе. Во-первых, в курсе идет переписка вся с учениками. И все, что они вам сдали, или все, о чем вы с ними говорили, это все сохраняется в курсе. Поэтому, ну, своего рода, как вещественное доказательство, когда очень много полезной информации, то это есть возможность сохранить. Конечно, когда вот уже класс перегружен, например, я действительно очень много курсов убираю уже в архив, потому что иначе можно заблудиться в этом. Будьте добры, давайте я на вопросы отвечу, на все вопросы отвечу в конце, потому что сейчас мне хочется провести как раз действительно экскурсию по возможностям. И я обязательно отвечу на все вопросы. Их можно писать во вкладочку «Вопросы». Мы потом ее откроем и прямо пройдусь по всем вопросам, чтобы не отвлекаться. Спасибо. Поэтому вот архив как раз и служит для того, чтобы сохранять все, что есть. Дальше, ну, например, что здесь можно сделать? Что можно делать? Можно перемещать, можно копировать. То есть тоже очень хорошо, что можно копировать любой курс. Вы просто берете этот курс и копируете его для других учеников. В курсе исчезает лента, то есть вся переписка исчезает, но остается структура и остается задание. Не все сохраняется, он не копируется прямо один в один, то есть практически все, что было индивидуальное в курсе, оно уходит и, в общем-то, структура, которую можно дополнять или обновлять, она остается. Если курс в архиве, его можно восстановить, и он выйдет у вас в актуальный класс. Если уже курс себя исчерпал, его, в принципе, можно удалить. Дальше посмотрим. Вот это был архив курса. Затем есть настройки, ну, просто самые обычные, традиционные настройки. Я их не трогала, потому что, ну, в общем-то, уже за меня все настроено. И вот мы сейчас зашли с вами в наш класс. Вот можно открыть, создать в нашем классе. Здесь есть лента, задания, пользователи оценки. Вначале пройдемся по ленте. Лента – это своего рода, сейчас я остановлю немножко и расскажу. Лента – это своего рода социальная сеть, такой прообраз социальной сети. Вот, например, когда у меня дочь вышла в онлайн, то есть всех, когда перевела в онлайн, то, например, возникла трудность, потому что кто-то с нами там чатится в Вайбере, кто-то в ВКонтакте, то есть очень много различных социальных сетей или вообще каких-то ресурсов, где мы выходим, мы с каждым преподавателем практически выходим в разные какие-то чаты. Поэтому в классе, действительно, как в классе, можно ввести переписку именно в ленте. Чем хороша лента? Если я какое-то сообщение туда разместила, то это сообщение, уведомление об этом сообщении, и опубликовала его там, то уведомление об этом сообщении автоматически идет рассылкой всем тем, кто подписан в этот класс. Подписываться, это не значит, что кто-то подписывает, я как модератор не сижу и не подписываю, и мне не нужен какой-то человек, который обслуживает это, это все делается автоматически. Раз бы зашли сейчас, например, в класс, то вот я для вас там уже, видите, написала сохраненное объявление, я настроила, что вам завтра просто придет сообщение на почту, специально для проверки, я настроила это как тестовое сообщение, чтобы вы поняли, как ваши ученики, например, потом могут получать эти сообщения. То есть мне не нужно снова делать рассылку или там заботиться о том, чтобы каждый получил уведомление. Более того, перед тем, как выполнить задание за день или по другим настройкам до задания, ученику тоже приходит на его аккаунт Gmail уведомление о том, что завтра нужно задавать задание, ты готов, дорогой? Поэтому лично моим студентам это очень нравится, потому что они забывают, или во всяком случае они с удовольствием идут на то, чтобы упорядочить свою деятельность. И класс им нравится, им нравится находиться в классе, мы очень быстро привыкаем к этому. Вот как раз для вас я сейчас написала, там можно написать сообщение, или вот, например, я вам уже написала его, это сообщение. Вот здесь можно выбрать, кому это сообщение отправляется, в данном случае всем, и настроила на какое-то время. Значит, как лента идет, здесь можно... Остановлюсь... Нет, сейчас, одну секунду. Вот здесь сейчас остановлюсь. Вот здесь вы видите, после анкеты тоже существует небольшое поле, это комментарии. Здесь комментарии могут оставлять как преподаватель, так и ученики. То есть в ленте можно оставлять комментарии. Поэтому вся переписка идет здесь. И если в ленте появляются какие-то сообщения, вам тоже приходит уведомление на почте, где вы эти сообщения сразу видите. То есть, ну, практически вы находитесь все время при классе, все время при классе, и, в общем-то, все время в контакте с учениками. Поэтому, когда вот меня спрашивают, есть ли возможность все время вот этот контакт иметь, да, вот все время идет практически живой контакт. Ну, в том, в тех масштабах, которые вы позволяете. Что здесь еще хорошо? Вот, например, вложена анкета участника, я вам вложила анкету участника, буду очень признательна, если вы на нее ответите, вы очень мне поможете в деле создания курса, и продвижение этой методики, и продвижение системы обучения, такой легкой и удобной. Для меня, во всяком случае, это легко и удобно, и я думаю, что это не только для меня. И чем хорошо? Хочу сразу пояснить, что все анкеты, все документы, которые здесь вложены, я делаю как раз в сервисе Google. Поэтому весь контент у меня остается там, это дает мне возможность сохранять это все в одном месте, и я сюда даю только ссылки. Ну, то есть просто я ничего нигде не копирую, не вставляю, не вырезаю. Достаточно открыть доступ, я даже ссылок не делаю, достаточно открыть доступ, просто доступ в документе, чтобы все мои ученики получили это сообщение. Более того, я могу настроить так, что рабочую тетрадь, например, это не значит, что я ее выкладываю, и ученики должны ее, например, скачать себе на компьютер и открыть. Нет, каждому ученику я одну ссылку делаю, всего лишь, например, одну ссылку, но настраиваю ее так, чтобы даже если 100 человек, то каждый получит свою рабочую тетрадь, ему не надо копировать, он просто открывает документ и начинает в нем писать. Его просто достаточно потом сдать, чтобы я его получила. Дальше идем. Вот здесь я просто открыла анкету, вот просто обычная форма анкеты, которую вы заполняете в Google формах, в вопросниках, которые так популярны сегодня, что все ими пользуются. Что здесь еще хочу сказать? Все, что вы делаете в классе, вот, например, я разместила материалы, я разместила для вас какие-то задания уже во вкладке задания, они все появляются сразу в ленте. То есть вот упоминание о том, вот значок, например, вы видите, такой блокнотный, и значок записей, там, где блокнот, это материалы, там, где записи, это конкретное задание, например, которое нужно выполнить. То есть инфографика подсказывает, какие виды материалов размещены, и студент, в принципе, получая из ленты сразу сообщение, сразу же получает сообщение о том, что новые материалы уже размещены, и можно приступать к их выполнению. Поэтому действия в ленте и действия в заданиях, они попадают в уведомления автоматически. Ну и здесь вот, например, как раз что можно делать, что можно делать с этими сообщениями. Их можно изменить, их можно удалить. Ну и, в общем-то, все вот эти три кнопочки, к которым мы уже привыкли, как-то можно все это, ну, всем этим оперировать, и все вы это можете делать сами. Здесь еще как раз есть элемент того, что вот я, например, открыла, сейчас, наверное, откроется Google Class. Ой, вот этот, да, вот этот документ, это как раз документ, который создан в Google, в Google документе, и, в общем-то, вы его тоже сразу открываете и читаете. или подгружаете, он может подгрузиться из любого формата, и PDF формат, и Word, и так далее. Что здесь еще, вот как раз поясню, что здесь я делаю. Можно копировать, если, например, у меня уже готовы какие-то задания, или я их просто могу взять из другого курса. Например, задание, или в ленте сообщения, приветственное сообщение, я просто открываю на значок копировать или взять из какого-то курса, и мне сразу выходят здесь все записи, которые я делала в других курсах. Это список очень длинный, поэтому, ну, правда, все записи, только те, которые существуют в актуальном классе, а не в архиве, поэтому я спешу сразу все убрать, иначе можно завалиться и запутаться в этих материалах. Тем не менее, такая возможность есть, то есть вы сразу же выходите. Если вы не нашли нужную запись, можно найти нужный курс. Вот курсов у меня много, можно по ним просто поискать. Задание, вкладка задания. Вот это была лента, сейчас вкладка задания. Здесь есть как раз значок создать. Я тороплюсь, чтобы успеть показать. Здесь есть как раз значок создать, и можно создать различные виды материалов, и сами материалы, и задания. Можно использовать повторно, но в начале лучше, конечно, использовать вкладку тема для того, чтобы структурировать курс. Поэтому лично я начинаю всегда с темы, и сам курс проектируется, конструируется вот во вкладке задания, потому что вкладка задания – это основное учебное поле, основное учебное поле для слушателей, для учеников, для детишек, для кого хотите, потому что, в принципе, его можно оформить как есть. Поэтому, когда структурировано уже, вот, например, вначале была построена практика работы с Google документами, вот те, кто вошли, вы можете его видеть, и вы его уже можете открывать. Поэтому здесь вот как раз можно этим пользоваться. Когда построена структура, можно приступать к наполнению через те инструменты, которые вам предлагает эта вкладка. Ну, тоже их можно выбирать. Вот здесь показано, что можно выбирать их из курса, можно выбирать из других заданий, можно из курса. То есть разная глубина выбора заданий. Вот можно, если у вас уже что-то есть, можно нажать «Изменить», например, это задание, его можно удалить. Ну, в общем, с ним можно что-то делать. Это не значит, что вы его задали, и вы с ним больше никуда не двинетесь. Вот так выглядит, например, задание «Материал», где размещен материал. И если вы войдете, вот вам уже это все выдано. Здесь назначается тема. Справа находится поле управления этим инструментом, этим заданием. То есть здесь, например, нужно познакомиться, нужно прочитать просто материал какой-то. И здесь может быть длинный список тем справа, и вы можете назначить любую тему для этого задания. Ну, и дальше тоже посмотрим. Больше интересно, конечно. Ага, вот сразу вижу материал. Что здесь можно добавлять? Вы можете добавить любой формат документа. Все, начиная с обычного Word документа и заканчивая видео. Тоже, конечно, есть какие-то ограничения, может быть, по объему, но, например, очень большие видео я просто закладываю на YouTube и потом даю здесь ссылку, потому что можно дать ссылку и перевести из класса во внешний ресурс. Поэтому всем этим можно пользоваться. И надо сказать, что этого не так много как раз. Вот может быть, это не так разнообразно, не так много, но этого для того, чтобы вести достаточно большую преподавательскую деятельность, вот лично мне охватает просто за глаза. Дальше просмотрим. Вот здесь, да, можно и ссылку, и на YouTube сделать ссылочку. И дальше можно посмотреть задание, наверное. Вот задание, само задание. Вот его можно посмотреть, можно тоже, например, изменить. Вот сейчас я нажму на «Изменить». И мы видим задание. Вот здесь как раз остановлюсь и сразу расскажу про правое поле, там, где сверху кнопочка «Сохранить». Итак, здесь есть поле «Все учащиеся». Если его открыть, вы можете настроить это задание индивидуально для каких-то учащихся. Например, только для Васи, для Пети и для Наташи. А все остальные могут это задание не выполнять. Поэтому дать доступ индивидуально здесь тоже возможно. Вы можете назначить баллы любые. Можно брать без оценки задания. Можно назначить срок сдачи задания. И, в общем-то, вы выбираете, к какой теме оно относится. Следовательно, управлять этим заданием вот здесь очень легко. Вы можете добавлять любые документы и, в принципе, здесь же создавать прямо для этого задания какие-то документы. Дальше я просто пройдусь немножко побыстрее. Так, вот здесь я показываю, что можно без оценки сделать. Можно с баллы назначить. Здесь можно поменять, например. Убираем и ставим срок другой. Календарь открывается. Мы поставили по-другому его. Ну и тему можно. У нас только пока одна тема. Сохраняем это. Все сохранить. Все настройки сохраняются. И задание, вот готовое задание, оно у вас уже есть. Все, мы задание составили. И дальше, ну, вкладочки, которые можно актуализировать. Те вкладки, вот здесь тоже очень хочется быстро. Те вкладки, которые прямо ярко светятся, это значит, что их видят все ученики. Те вкладки, которые серым, это значит, что они у вас просто есть в вашем активе, и их никто не видит, кроме вас. Дальше страничка пользователей. Вот здесь пользователей у нас пока нет. Когда я записывала, сейчас уже есть. Поэтому я покажу это на том классе, который уже у меня создан. Вот, например, группа студентов, которая зашла на курс. Что можно делать? Можно отправить письмо этому учащемуся прямо из списка. То есть, если вы хотите индивидуально что-то. Можно выделить всю группу и провести какие-то действия. То есть, удалить или отправить письмо. Всем причем, если вы там отправите, то все получат его. Можно отдельно кого-то назначить и тоже провести такие действия. То есть, если вы кого-то хотите удалить, вы можете удалить. Вы можете пригласить, если у вас есть почта вашего студента, вы можете пригласить и студента, или участника, либо преподавателя. Его тоже можно пригласить. Мне очень нравится вкладка оценки. Вот здесь хочу сейчас как раз остановиться немножко. Потому что журнал не создается мною. Он создается автоматически. Его только нужно настроить. Настроить его можно так, что вы будете только его видеть. Можно настроить и так, что будете видеть и вы, и ваши ученики. Вот в данной группе, например, настроено так, что они сами видят, например, какие баллы и за что у них есть. Здесь сразу видно, вовремя была за работой или нет, пропущено или не пропущено задание, назначено оно или нет. Но в любом случае сразу видно. Можно настроить общую оценку. Здесь она не настроена. А можно видеть просто индивидуально. Поэтому перед зачетом или перед какими-то контрольными испытаниями достаточно открыть этот журнал, чтобы вы видели оценки. Причем иногда это можно видеть прямо в статистике. Но все в одной картинке. Поэтому мне очень нравится. Она не так давно появилась, эта вкладка. Наверное, год назад. И мне очень нравится, потому что журнал заполняется автоматически. Вы в него сами ничего не ставите. Как только вы проверили задание и как только вы написали, что оно проверено и вы его принимаете, баллы попадают в журнал автоматически. Поэтому вот такая система лично меня очень устраивает. Для учителя, который работает с классом, это удобно. Вот здесь я показываю, что все можно провести. Также можно посмотреть отдельную работу. Какой-то прямо из журнала можно открыть работу. Вот здесь работа не была отправлена, но здесь есть поле для оценки, поле для комментариев. Сейчас, одну секунду. Немножко тормозит. Как оценки настроить. Вот здесь есть очень интересное, как вообще настроить критерии оценок. Вообще, как оценки добавлять туда. Сейчас я очень-очень быстро покажу. Здесь есть добавить категорию оценок в настройках. И, например, я пишу задание 1, которое я вам назначила, и которое вы, кстати, можете выполнить. И я вам дам ответ на него, чтобы вы поняли, как это работает. Но только одно задание, потому что на другие меня не хватит. И, например, вы назначаете какую-то свою категорию оценки. Например, 10 баллов. Сохраняем это. Входим в задание. И в этом задании уже есть возможность. Мы изменяем. И в этом задании, видите, появилась категория оценок. В категории оценок я уже беру ту, которую я назначила. Сейчас я могу для этой категории назначить и критерии оценки. Например, что нужно, чтобы получить те или иные баллы. Что нужно сделать. Можно всего этого и не делать. Можно все это проще. Я показываю весь комплект. То, чем я пользуюсь, например, в том или ином случае, это разные абсолютно варианты. Но в любом случае, например, моим слушателям и студентам очень нравится, что есть обратная связь. И очень нравится, что есть четкая система оценок, дней сдачи, каких-то возможностей выбора и так далее. Вот у нас появилась категория оценки. Появились для нее критерии. И сейчас, в общем-то, для слушателей и студентов есть полное основание для того, чтобы выполнять, не выполнять или в каком виде и в каком объеме выполнять работу. Вот, собственно, мы прошли по всему классу. Вот сейчас здесь еще раз лента. И добро пожаловать в класс. Все, спасибо, это была запись. Мы переходим к нашей презентации. И следующий файл. Давайте проверяем наше задание, выполнение задания. Сейчас мы перейдем как раз к обсуждению и к выполнению задания. Я вас очень попрошу найти не менее трех, но давайте хотя бы одно преимущество, потому что у нас не так много осталось времени. Одно преимущество или какую-то возможность, которую вы увидели в этом сервисе. То есть что с этим можно делать? Обратная связь, давать обратную связь. Да, очень трудно. Вообще, тот, кто работает в тесном контакте, тот, кто работает в тесном контакте, эта обратная связь очень нужна. Более того, ее очень ценят ученики. Иногда к вам на курсы идут именно потому, что вы даете моментальную обратную связь. У вас есть возможность в любых форматах ее давать. Можно, ну, в любое удобное время, это я когда аудиторию тестирую, например, человек 100 сидит, и я говорю, что те, кто там работает, или разный уровень владения компьютерными технологиями, но никто не отказывается, потому что очень удобно работать в любое время. Да, автоматическое заполнение журнала. Да, самому уже не надо тратить время на проверку чего-то. Он будет заполняться автоматически. Да, совершенно верно, Ирина Владимировна, индивидуальный подход. То есть я могу охватить всю группу и могу обратиться индивидуально к каждому. Более того, мы проводим прямо игры там, и даже эти игры подготавливают сами студенты, и я выбираю команду, и только для этой команды даю, например, полный расклад по игре. То есть что нужно сделать, в какое время ставлю дедлайны, и командой работаем, и индивидуально работаем, и группой работаем. Очень удобная, быстрая связь. Это мы уже сказали. Автоматическое заполнение, гибкость, индивидуальный подход. Интересный нюанс при наличии класса в домене. А у нас в гимназии Google домен. Вход в класс невозможен. Значит, есть такой момент, что образовательное учреждение может купить, я просто не покупала, поэтому не знаю, но есть платный вариант для учебных заведений. Я думаю, что сейчас, может быть, есть и бесплатный вариант. Я просто не смотрела, не буду вводить в заблуждение. Вот можно пользоваться индивидуально, вообще индивидуально. Я пользуюсь индивидуально вне всяких учебных заведений. Это просто приложение, которое я открываю, как любое другое приложение, и пользуюсь им. Но это не значит, что нельзя пользоваться, например, корпоративно. То есть, да, для корпоративных заведений, я думаю, что есть и другие варианты использования этого сервиса. Экономия времени. По поводу экономии времени. В начале, когда вы заполняете, кажется, что вот почему, например, с моей точки зрения, преподаватели не спешили до этого момента переходить в онлайн-обучение. Потому что это трудоемко. Потому что попробуйте перевести там все лекции, какие-то задания. Вы же в класс приходите, и вы говорите, ну, как бы Бог на душу положит. То есть, вы знаете свой предмет, и можете им играть, его интерпретировать. В онлайн-среде вы это должны уложить совсем в другой формат. В этом, кстати, и заключается сложность проектирования курса. Потому что нужно уложить то, что вы говорите, в картинки, в видео, построить логику и многое-многое другое. Поэтому поначалу действительно бывает трудоемко. И на первом этапе, кажется, вот мне хотелось все бросить, потому что легче прийти и просто сказать. Но сейчас, когда уже материал накоплен, когда его достаточно много, и когда я понимаю, что я могу связаться и с учениками из Израиля, и из Канады, и из Белоруссии, то есть вот у меня сейчас есть ученики по всему практически миру, я понимаю, что да, вот я не могу прийти и сказать, я могу только так общаться. И здесь прямо конкретно начинаю уже использовать этот класс прямо во всех возможных целях. Я обязательно перечитаю все ответы, обязательно перечитаю все ответы с большим интересом. Приглашаю вас в класс, там для вас подготовлены задания, вы можете со мной общаться, вы будете получать какую-то информацию, и можно будет вживую видеть, как этот класс работает. То есть мы можем, если вы в классе, то это значит, что вы уже индивидуально вышли со мной на связь. То есть у вас есть эта связь. У вас размещены там презентации, анкеты, то есть весь материал, который вы можете взять, они уже там размещены, и это все ваше. Здесь тоже в папке ресурсы есть презентация, которую я сегодня показывала. Здесь есть инструкция по классу, там описано, что можно делать с той или иной папкой. Вы можете открыть папочку ресурсы и их скачать. Поэтому сейчас я отвечу на вопросы, зайду в папочку вопросы, и уже буду отвечать на вопросы, если у меня позволяет лимит времени. Итак, Анна Васильевна пишет инструкцию к Google классу в начале ленты, внизу вы создали сами. Да, конечно, я создаю сама, и сейчас уже имею привычку сразу вкладывать инструкцию, ее немножко переделываю и вкладываю. Дальше. Пользуетесь ли вы, Лилия Марат... Нет, извините, я снова перехожу в вопросы. Так, 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 общий чат. Так, пользуетесь ли вы в работе с группами Meet Google? Поскольку это было платно до некоторого времени, то пока не пользуюсь. Но если это сделают бесплатно, то я думаю, что... Отлично, мне вообще все удобно делать в одном браузере, потому что не нужно тратить время на интеграцию. Интеграцию. Жаль, что до начала вебинара не сообщили о необходимости иметь Gmail. Я учту это. Спасибо за подсказку. Пока создавала, потеряла нить. Ничего страшного. Сейчас вы войдете в класс, и вся нить сразу восстановится. На самом деле, я там все расписала, и по нему можно полазать и посмотреть. Как формируется архив курсов? Вы просто нажимаете на курс в классе, три кнопочки точно так же справа вверху, и написано «Архивировать». То есть все одним кликом. Как задания распределяются на проверенные и непроверенные? Я никак не распределяю, просто для студентов я сразу отправляю как проверенные. В общем списке сразу вижу, сколько у меня сдано, сколько проверено. Можно, наверное, просто открыть, опять же, три кнопочки справа, и просто там написано «Пометить», как проверенное. Можно очистить, да, таким образом можно очистить. Я ленюсь, поэтому у меня такой длинный список. Как настроить данную функцию? Уже рассказала. Когда вы создаете курс, вы выбираете «Я не использую класс в учебном заведении». Я просто пишу… Нет, я не выбираю там «Я не использую класс». Да, я не использую класс в учебном заведении. Я спокойно так пишу, потому что я использую его для личных целей. Просто я работаю в учебных заведениях разного формата. Я веду фриланс, поэтому там есть одна строка, что у меня в организации, то есть я не пользуюсь корпоративным пакетом. Я пользуюсь индивидуальным. Да, я ставлю кнопочку, галочку такую. Ученики могут посылать домашние задания с мобильных устройств. Могут. Могут, если они их туда закачаны, потому что не на всех мобильных устройствах можно быстро и автоматически, ну, вводить, например, какие-то сообщения. Многие студенты занимаются с мобильных устройствами в классе. Часто, когда я прихожу и говорю, что вот там что-то не работает, я просто говорю, открываем мобильное устройство и смотрим вот то-то, то-то. Там подготовлены такие-то вопросы, их обсуждаем. Можно ли присоединять аудиофайлы? Все форматы файлов можно присоединять. Инструкцию Google классу в начале ленты, да, создала сама, как скрыть журнал оценок для учащихся. Вы его можете просто не открывать. Это отдельная функция. Можно потом, вот, войдите в класс, войдите в класс, и вы можете просто с журналом посмотреть, что с ним можно сделать. То есть, ну, он существует, вы просто эту вкладку можете не открывать. Оценки учащихся вы видите? Вы видите или все? Оценки учащихся. Там тоже можно настраивать, как раз в начале в настройках, можно сразу настроить, например, что оценки будут видны всей группе. Поэтому я делаю так, что оценки видны всей группе, например, и индивидуально. Уведомление об оценке приходит каждому учащемуся индивидуально. То есть, как только я приняла работу и, ну, так скажем, отправить, то есть написал, все, нажала на кнопку, работа принята, отправить, все, учащийся сразу получает уведомление о том, что его работа зачтена на свой аккаунт. А потом внизу идет просто список всех проверенных работ. Ну, там, им он доступен тоже. Google Class для себя можно создать применительно только для своего образовательного учреждения. Я для всех целей создаю Google Class. Просто это некая локальная комната, куда я могу пригласить любых учеников. У меня есть классы по одному ученику, где я веду индивидуальные занятия. Я все равно создаю класс, потому что для меня это система, а система это качество. Наглядное представление и результаты выполнения студентами из заданий. Не поняла пока, какой вопрос. Какое максимальное количество участников, есть ограничения. Вот, опять же, повторюсь, что класс создан, действительно, он так и называется класс, поэтому сколько вы можете в класс посадить учеников? Вот так, чтобы было комфортно. Поэтому, с моей точки зрения, как раз групповая работа, это классная работа, аудиторная работа, вот она подходит, вот этот формат сюда подходит. У меня были варианты работать с потоком, например, 70 человек и больше. Честно говоря, я немножко подмучилась, потому что, ну, я бы их лучше разделила на класс, потому что это быстрее. Поэтому это не для корпоративного использования, где нужно, например, тысячу сотрудников обучить чему-то. Поэтому для этого как раз есть Moodle, для этого как раз есть другие сервисы. Это портативный, карманный сервис. Здесь и сейчас, быстро. Поэтому кому нужно индивидуально, творчески, здесь и сейчас, и чтобы это было системно, то это вот для меня идеальный вариант. Есть уверенность в том, что именно тот учащийся выполняет задание, а не кто-то другой визуально можно увидеть учащегося. Визуально вы учащегося не увидите и никак не проверите, он выполнял задание или нет. И прямо буквально перед Новым годом ко мне подошли два студента, с которыми мы уже занимались в классе и тоже меня спросили, Ирина Николаевна, вот вы серьезно? Они еще не знали, что грянет такой период, когда все пойдут онлайн. И они спросили, Ирина Николаевна, вы серьезно считаете, что это прямо эффективная система? Вы же не видите, я выполняю или не я выполняю. Вот прямо два Данила ко мне подошли и прямо так спросили. Но здесь уже ничего не поделаешь. Здесь я просто им говорю, что если вы привыкли, чтобы над вами стояла, пардон, тетенька с указкой и по макушке вас била, то вот здесь уже горбатого могила исправит. Да, я понимаю, что очень многие, и вот эта неготовность к переходу в онлайн как раз заключается с какой-то точки зрения как раз в том, что к самостоятельной работе мы не приучены, нам нужно, чтобы нас кто-то вел. Да, пейдагогас это вести за руку, но с другой стороны, мы входим в ту эпоху обучения, когда нужно уметь нести ответственность за себя, по большому счету, что, ну, в общем-то, мне не важно. Я выхожу на тот уровень работы с учениками, когда ему интересно знать или не знать, а не мне интересно, сделал он или не сделал. Во всяком случае, я в своей работе стараюсь сделать именно этот шаг. Кто, как создать тему? Ну, это отдельные уже вопросы. Я думаю, что приходите в класс, и мы, я думаю, что некоторые технические вопросы, вот я сейчас почитаю ваши вопросы, увижу это все, и я в нашем классе буду давать бесплатные консультации, как сделать то или другое. Там тоже можно писать вопросы и общаться со мной индивидуально. Можно ли оценки сохранить в файл Excel? Да, пожалуйста, вы можете скачать на компьютер любой файл. Ну, оценки вот в таком виде нет. Скриншот я делаю. Можно просто не в Excel, вы не переведете, то есть нельзя перевести из одного формата в другой, но вы можете его распечатать. Вообще все, что там есть, там можно поддается тиражированию. Если ограничение по объему загруженных файлов, я не встречала пока такого ограничения, я просто знаю, что любое видео, когда вы загружаете, то я его просто перебрасываю на YouTube. Он не только там, он везде будет тормозить, если вы его не упакуете. Возможно ли одновременно демонстрация материала на электронной доске и в сети через Google Class? Там нет электронной доски, если вы не имеете в виду Meet Google. Я думаю, что... Я этот инструмент пока не попробовала. Я видела ссылочку на то, что сейчас это возможно в каких-то случаях сделать и бесплатно. Я думаю, что как раз для учебных заведений его открыли бесплатно. Я использую индивидуальный пакет, поэтому у меня он платный, я его пока не открыла. Но если так нужно будет, открою обязательно. Можно ли загружать продукты, созданные в Леонид? Да, я думаю, что если есть ссылка HTML, то эти продукты будут загружаться. Я вошел с телефона по коду, но вижу курсы с заданиями по работе с Google Docs, где я промахнулся. Очень индивидуально, не могу сказать, потому что здесь нужно в каждом индивидуальном случае. Так, в общий чат. Интересно, современно. Спасибо вам за вопросы. Я жду вас в классе. Ольга Сергеевна писала «Класс!» Класс, да, действительно. Это классно, это классно. Поэтому спасибо вам за вопросы. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что это будет полезная тема. Это будет полезная тема. Это очень полезный сервис, особенно для тех, кто работает в групповом формате. Я думаю, что она очень гибкая, и ее можно приспособить для ваших целей. И вот как раз как это сделать, как приспособить для целей, как вставить индивидуальные задачи, какие найти к этому инструменты для того, чтобы можно было общаться в видеоформате, написать на досках или какие-то другие форматы. Из всего этого складывается индивидуальный комплект, который вы сможете использовать легко для своей системы обучения и иметь ее всегда у себя в кармане. Спасибо большое за ваши отзывы. И до скорых встреч в классе. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Ирину за замечательный вебинар. Сегодня было много вопросов, много интереса. Это очень здорово. Всем вам я желаю хороших выходных на новой неделе. Добро пожаловать в Директ Академию. Ну и еще раз хотел бы рассказать о том, что сформированы сертификаты, и те из вас, кто хочет получить сертификаты, могут это сделать. Сейчас я еще раз размещу ссылку. Вот здесь вот можете найти себя поиском, через Яндекс.Кассу оплатить сертификат и получить его. Что ж, я думаю, будет ли запись. Всегда бывает запись у нас. Конечно, запись будет через некоторое время. Она появляется через 2-3 дня на нашем видеоканале в Ютьюбе. Запись обязательно будет. Мы стараемся давать информацию. Отвечаю Юлию Вячеславовне. Вячеславовне про другие бесплатные ресурсы. Ну да, у нас, смотря что вы имеете в виду, у нас, собственно, почти половина наших вебинаров посвящена различным бесплатным ресурсам. Вот Марина Орешко у нас постоянно рассказывает о бесплатных ресурсах. Другие наши спикеры. Любовь Крашенинникова вот в понедельник будет рассказывать о каких-то бесплатных ресурсах и так далее. Пока не пришел сертификат. Подождите несколько, буквально несколько минут. Иногда бывает. Он не приходит на вашу почту. Вы просто еще раз найдите, пожалуйста, себя там же. И кнопочка «Оплатить» будет покрашена, на ней будет написано «Скачать». Вот и все. Про Moodle у нас уже были вебинары. Наверное, еще будут. Но пока мы воздержимся, потому что прямо сейчас идет у нас курс по Moodle, который ведет, прошу прощения, забыл, Александр Гущин. Хороший специалист по Moodle. Возможно, мы еще будем про Moodle говорить. В общем, сейчас мы находимся как раз в процессе формирования, ну, еще в самом начале процесса формирования нашего расписания на будущий год. И мы как раз продумываем разные варианты, о чем рассказать и кого найти, для того, чтобы это было рассказано. Про Moodle не помню, кто-то говорил или нет. Возможно, Марина Орешко что-то говорила. Будем думать тоже. Google Class я, в общем, сразу согласился на этот вебинар. Ирина предложила мне его провести, потому что о Google Class у нас никто не говорил. еще, а очень хотелось бы. В принципе, такая идея у нас у самих была. И очень хорошо Ирина со своей идеей тут нам. Мне кажется, она здорово рассказала. Вот. Так что будем пробовать продолжать в том же духе. Так, вопросы, я думаю, что благодарности, до свидания, до свидания. Ну что ж, друзья. До новых встреч в Директ Академии. Еще раз удачных вам выходных. Отдыхайте и приходите снова наполняться знаниями к нам. Всего доброго. Так, еще один вопрос вижу. Как найти курс, который я платила, но не слушала? Ха-ха. Даже так. Быстрый перевод обучения в онлайн. Был у нас такой курс. И даже два запуска. Оксана, пожалуйста, напишите мне почтой, чтобы я не потерял этот вопрос. Потому что ответ должен быть индивидуальным. Записи у нас, разумеется, есть, но они доступны не всем, а только участникам. И мы вам пришлем записи, разумеется. Да, у нас оба запуска были в апреле. Поэтому нам надо посмотреть, какой из этих запусков был. И, соответственно, прислать вам ссылочку на то, чтобы вы смогли это посмотреть. Вот по моему адресу напишите мне, я вам отвечу. Ну, может быть, не сразу, в течение дня точно отвечу. Хорошо. Еще раз и в третий раз. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok